МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 1 апреля начинается прием в первые классы во всех школах. Расскажите, как в этом году он будет проходить в православной гимназии? В православной гимназии он будет проходить, в общем-то, так же, как во всех школах в плане начала срока приема подачи документов. Значит, 1 апреля точно так же, но мы принимаем документы все-таки очно, и для этого нужно будет 1 апреля позвонить нам по телефону 75515 и записаться на время, когда могут родители прийти подать документы, потому что все-таки мы сейчас еще находимся в таких вот ограниченных каких-то рамках в связи с пандемией, вот, поэтому только по предварительной записи. Вот, и будет это у нас очно. Ну, и обязательно маски, перчатки. Ну, это все понятно, да, и, конечно, регистрация при входе, измерение температуры, все процедуры, которые положены. Сколько будет классов в параллеле в новом учебном году? Мы уже несколько лет набираем по 2 класса в параллеле, у нас 2 класса так и будут, и предварительно где-то у нас человек по 20. Мы можем, конечно, и побольше, но мы хотим вот все-таки удержать вот такой комфортный для нас, потому что у нас все-таки и классы небольшие по размеру, и по санпинам, у нас сейчас набор идет в классы по санпинам, вот по санпинам у нас как бы даже написано в заключении санитарно-эпидемиологическом, потому что у нас 21 человек, это максимальная наполняемость. Поэтому мы хотим придерживаться этого. Приблизительно такой вот у нас человек 40-42. А набирают у нас вообще прекрасные педагоги, наши как бы вот корифеи нашей гимназии. Вот Татьяна Ивановна Гришина, она уже будет делать четвертый набор. Ее выпускники как раз, первый набор ее в этом году, первый выпуск, это ее первый набор был. Вот, и она уже четвертый раз будет набирать у нас первоклассников. Это как бы такой педагог для нас, который олицетворяет, в общем-то, православное образование для нас. А второй педагог у нас тоже замечательный, Ольга Николаевна Козлова. Это вообще педагог высшего, так сказать, профессионализма, потому что это педагог-методист. И она в свое время работала в методическом центре и возглавляла, курировала все методическое объединение учителей начальных классов и вообще вот это направление в городе. И она же открывала нашу гимназию вместе со мной, она один из соавторов нашей гимназии. Вот, поэтому она тоже все прекрасно знает традиции гимназии и высочайшего класса методист. Вообще, когда я всегда говорю, у нас лучшая начальная школа в городе, а вот эти учителя, Татьяна Ивановна Гришина и Ольга Николаевна Козлова, учителя в высшей категории, это вообще просто самые замечательные учителя в нашей гимназии. Поэтому очень повезет тому, кто к ним в этом году попадет. В этом году, насколько я понимаю, из-за пандемии у вас не было школы будущего первоклассника. Но уже есть представление о том, сколько людей хотят к вам прийти? Мы, да, проводили на днях, мы день открытых дверей проводили и приглашали мы родителей и детей. Отдельно как бы для детей были проведены как раз вот такие вот пробные уроки учителями, которые набирают. Для родителей встреча была с администрацией, с духовником. Да, в общем-то, к нам уже пришло то количество людей, которые как бы нам нужны. Но мы все равно открыты, мы ждем. Вот, приходите, как бы вакантные места еще имеются. А как вообще происходит набор? То есть, ваша школа уже отличается от обычных школ. Нужно ли детям проходить какие-то вступительные испытания, родителям какое-то собеседование? Ну, вступительные испытания как таковые нет. Хотя мы рекомендуем собеседование с психологом, потому что все-таки православное образование – это специфическое такое образование. Есть ряд предметов специфических. И чуть дольше дети находятся в школе, потому что у нас большая внеурочная деятельность. Поэтому с беседами с психологом мы рекомендуем. Но вообще самое главное, это все-таки конфессиональная составляющая, и собеседование с духовником, оно как бы обязательно. Вообще-то батюшка проводит общее собеседование, но при необходимости он как бы может провести индивидуальное, и по этому собеседованию может быть принято конкретное решение, и даже вплоть до отказа. Потому что главный критерий православного образования, это все-таки родители и дети должны быть православными. Православная гимназия, она все-таки для православных семей. Прежде всего, открывалась для этого. То есть для людей, которые хотят, чтобы их ребенок воспитывался в православной традиции, и, соответственно, они сами же в этой православной традиции живут. То есть это люди крещеные, это люди, которые минимально воцерковленные хотя бы. Хотя у нас разная степень воцерковленности у наших родителей есть, но тем не менее, это люди, которые понимают, что такое православие. А если человек не крещен, ну вообще ребенок не крещеный, ну странно, креститесь сначала, потом как бы приходите. Так же вот, ну как бы вот нехорошо, когда вроде бы есть папа, мама, да, но родители не живут в законном браке. То есть изначально уже ребенку не дается правильное представление о семье, о каком-то вообще православии здесь можно говорить. Поэтому, конечно, если такого рода имеется случай, то мы тоже рекомендуем сначала зарегистрировать свои отношения, потом уже отдавать ребенка в православную гимназию. Вот такие как бы есть нюансы у нас. А помимо вот таких религиозных особенностей, ребенка нужно как-то перед школой настраивать, готовить, вот, например, хотя бы, чтобы он знал алфавит, умел писать, считать? Нужно вот такое? Ну, мы научим, школа для этого и существует, чтобы всему этого научить. Нет, это как бы не обязательно. Хотя я понимаю, что сейчас в садиках, в общем-то, готовят все это. Поэтому у нас мало вообще приходит в школу детей, которые не умеют читать или там что-то не умеют, какие-то элементарные арифметические действия делать. Сейчас практически все это умеют, приходят. Но мы школу, мы этому научим. Поэтому это, конечно, не является обязательным критерием. А вот готовность, в принципе, психологическая ребенка, прийти в школу и быть, какие-то нагрузки, какую-то ответственность нести, вот это важно, это немножко другое. Вот у нас психолог иногда смотрит и говорит, ну, ребят, может, что годик посидите, но психологически не готов еще ребенок для школы. Вот это другой вопрос совсем. А расскажите, как у вас вообще живут первоклассники? Вот что для них предусмотрено? Первоклассники. Первоклассники у нас живут весело, как, в общем-то, и все. Что предусмотрено? Конечно, сейчас, вот, к сожалению, в связи с пандемией у нас очень ограниченное количество внеурочной деятельности. Очень, к сожалению. Вообще для всей школы мы страдаем все. Мы ждем, когда же это наконец закончится. Потому что у нас, конечно, весь год и прошлое, и вот это полетела наша прекрасная система дополнительного образования, когда у нас была и акробатика, и самбо, когда мы ездили на другие стадионы, другие площадки, и станции юных натуралистов. Все это полетело. Конечно, ничего этого нет сейчас. Вот. Но, тем не менее, и для первоклассников, и для других начальной школы представителей, значит, ребят, у нас работает кружок хореографии. Это обязательно, как бы у нас мальчики и девочки нас танцуют. Вот. У нас, мы создали в этом году военно-патриотический клуб, который первоклассники в том числе, очень активно сейчас посещают, можно сказать, что самые главные участники военно-патриотического клуба, это как раз вот ребята начальной школы. Вот. Это как бы мы нашли замену как раз вот нашей акробактики и самбо. Думали, как же найти такое, чтобы это было духовно, и одновременно было бы физическое такое воспитание. Вот как раз Павел Наваев нам в этом очень помог. Вот. Поэтому такие, конечно, у них будут вот занятия. Мимо этого, у нас вот театральная студия есть, которая тоже. Мы готовим небольшие, маленькие спектакли. Вот сейчас у них будет к Пасхе обязательно. Были небольшие постановки у них к Рождеству. Правда, они такие вот пока в рамках класса. Невозможно провести такой большой праздник, к сожалению. Но мы ждем, может быть, на Пасху что-то чуть побольше проведем. Вот. Потому что все сейчас больше в видеоформате идет. Из дистанционного вот этого невозможности праздники какие-то делать. Все в видеоформатах. Все вот эти мероприятия, спектакли, инсценировки проходят у нас. На нашей группе ВКонтакте можно посмотреть, насколько активно идет наша жизнь. Потому что все наши вот какие-то, ну не знаю, и мультфильмы снимают у нас дети, и фильмы снимают наши дети. И в КВН они у нас играют, и что, где, когда. Не только первоклассники, естественно, это уже более старшие ребята. Все мы выкладываем, все наши достижения, не только на сайте гимназии, но потому что там в видеоформате невозможно на сайте у нас гимназии пока сделать. Мы все выкладываем в группе ВКонтакте. А чем гимназия отличается от других школ принципиально? Какие есть дополнительные предметы? И не идет ли это все в ущерб в ГОСАМ? Нет, в ущерб в ГОСАМ, конечно, не идет, потому что мы выполняем два стандарта. Первый стандарт – это федеральный государственный стандарт. Мы проходим процедуры аккредитации, такие же, как все школы. И у нас такой же абсолютно учебный план, как и везде, с таким же количеством часов. Столько же математики, столько же физики, химии и так далее. И более того, в 10 классе у нас тоже по ГОСАМ индивидуальные учебные планы дети могут выбирать. Например, в 10 классе у нас 18 человек всего лишь. Но там целых три класса в одном, можно сказать. Есть у нас физико-математическая подгруппа, гуманитарная, биолого-химическая подгруппа. Они отличаются по учебным планам полностью своим. То есть дети... Они не пересекаются? Они пересекаются, есть у них общие предметы, общий количество. Русские три часа одинаково у всех, английский одинаково у всех. А вот физики у одной подгруппы 5 часов, у другой подгруппы 2 часа, а у третьих гуманитариев вообще ее нет, например. И наоборот, так литература или истории. И педагоги разные? Педагоги-то одни и те же, просто... То есть сначала один... Да-да-да, разные потоки у них, разные расписания немножко разные. Но это все ГОСА позволяет. То есть мы это делаем в рамках ГОСА. Но у нас есть второй стандарт, стандарт православного компонента. И мы получаем от синодального отдела религиозного образования Московской Патриархии, получаем свидетельство о конфессиональном представлении, без которого называться православной гимназией православной не может. То есть без этого свидетельства просто так вот православной гимназией не назовешься. А это обязывает нас ввести и обязательно поддерживать ряд предметов. Вот в начальной школе это церковное пение, церковно-славянский язык и основа православной веры. Они обязательны и для посещения, и для изучения. По ним даже в конце 4-го класса экзамен такой комплексный сдается. Для ребят 5-го, 9-го класса для них обязательно опять-таки эти же предметы. Основа православной веры, церковное пение, церковно-славянский язык. Добавляется еще латинский и греческий язык. И в старшем звене у нас остается только основа православной веры, которая там подразделяется на литургику и сектоведение, такие интересные предметы, и плюс добавляется еще логика. А вот цирконнославянское, цирконно пение уже уходит. Вот такой предмет логика, такой философский предмет. И нам еще повезло, что у нас есть специалист, который не все это, а вот латинский, греческий, логику может вести, потому что у нас работает замечательный педагог Евгений Александрович Гнатенко, кандидат философских наук, и мы реально можем вести эти предметы, потому что некоторые православные школы не могут вести. Например, в Дивееве православная школа, Дивеевская, они не ведут латинский и греческий, поэтому они не называются гимназией, они называются православная школа. У них нет специалистов, например. А у нас как бы есть. И мы этим гордимся, потому что все-таки классическая гимназия, если мы брать дореволюционные даже годы, это языки, в том числе греческий, латинский, и математика, и закон Божий. Поэтому мы православная гимназия несколько даже в этом русле. Мы математику тоже очень уважаем. То есть православная гимназия, это не только гуманитарное образование? Православная гимназия, это не только гуманитарное. Это вообще, прежде всего, качественное образование, хочу сказать, что Владыка Георгий, у нас же целая система православных гимназий в Нижегородской епархии. У нас 11 православных школ, несколько детских садов. Это целая система образования. Система. Это не просто какая-то единичная школа, которая сама в себе варится. Нет. Поэтому, конечно, качество образования, это важная вещь, которую от нас требует учредитель. И я думаю, что мы ее выполняем. Потому что это результаты ЕГЭ наших учеников, результаты участия в Всероссийской Олимпиаде школьников, где у нас, ребята, постоянные призеры регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по литературе и русскому языку ежегодно. Уже 3 года. И каждый год больше и больше. Количество детей у нас призеров и победителей регионального этапа Олимпиады по литературе и русскому языку. Это много дорогого стоит. Поэтому можно, конечно, говорить, что гуманитарное образование у нас на высоком уровне, но да, языков много, поэтому, конечно. Но и директор, просто учитель русского языка и литературы, кандидат филологических наук, поэтому директора все-таки много, это как бы зависит. Не может быть директором физико-математического лица и быть там учителем физкультуры. Все-таки это профильный должен быть тоже директор. Вот так получилось, что директор православной гимназии стал учителем русского языка, и поэтому как-то в этом отношении тянуться стали люди вот этой направленности. Я тоже могу сказать, что у нас, помимо того, что лучшая начальная школа в городе, у нас лучшие словесники у меня в городе. Это одни из лучших словесников. Конечно, не буду говорить, что лучше. Одни из лучших словесников православной гимназии, несомненно. Но другие предметы у нас тоже на достаточно хорошем уровне, и результаты ЕГЭ об этом говорят. Вот, например, средние баллы по ЕГЭ в этом году по физике, по химии, биологии, ну, помимо гуманитарных предметов, у нас выше, чем средний балл по городу. А выпускники куда поступают? Да, выпускники, вот у нас первый выпуск всего лишь, поэтому мы можем говорить пока о первом выпуске, но первый выпуск совершенно разнообразен. Есть такое представление, что православная гимназия готовит священников. Хорошо бы, мы думаем, будет хоть один священник у нас в этом выпуске. Отчитаемся мы или предладыкой, что у нас все-таки православное образование достойно. Есть у нас один мальчик, который поступил в духовную семинарию, и учится наша радость. Мы всегда были, в общем-то, надежды на него возлагали, думали, потому что он изначально вот такой был. Один парень у нас в духовную семинарию поступил, одна девочка поступила у нас в Свято-Тихоновский гуманитарный университет в Москве, но на западную филологию, то есть английский, немецкий язык и так далее. Но все-таки это тоже православный институт. А вот остальные ребята совершенно разнообразные, у нас как-то они прям совершенно разнообразные. У нас 4 человека, аж 4 человека поступили в институты, связанные с медициной. Либо это действительно медицинский университет, либо это там вот Бачевского университета, там медицинская кибернетика и так далее. Вот. У нас несколько, 3 человека, которые поступили на дизайн. Петербург, высшая школа экономики, индустриальный дизайн, строительный университет наш Нижегородский тоже дизайн. Поступили и в Москву еще одна девочка. На дизайнера очень тяжело поступить, очень высокий конкурс на самом деле у дизайнера. Один мальчик у нас поступил в военное училище артиллерийское, будет военный инженер. Двое у нас. Мы можем уже открывать, в общем-то, наверное, свой театр. Актеры? Значит, у нас еще в прошлом году поступили две выпускницы 9 класса, Настя Алина Шевлягина, в театральное училище Нижегородское. А в этом году у нас Андрей Рученко поступил в театральный институт города Москвы, и он учится в группе у Александра Пашутина, народного артиста Российской Федерации, вот его как бы куратор. А второй мальчик у нас поступил, Максим Хлапов, поступил в ГИТР, государственный институт или главный институт телерадиовещания на режиссера телевизионных фильмов и программ московских. Тоже очень, да, поступи туда. Здорово. То есть, короче, у нас уже театральная труппа практически. Но есть у нас и ребята, девочка, вот, например, поступил у нас в физико-технический институт имени Баумана в Москву. То есть православная гимназия, это не означает, что гуманитарная. Какие таланты у вас есть, такие таланты мы разовьем. Есть у вас талант физико-математический, пожалуйста, Бауманка для вас открыта. Есть у вас театральный, пожалуйста. Православная гимназия, это не значит, что нельзя как бы заниматься искусством. Наоборот, наоборот, я даже так скажу, что у нас акцент на эстетическое воспитание очень высоко, он такой большой, потому что через какие-то высокие чувства, высокие эмоции, да, потому что искусство, это именно высокие эмоции, воспитание высоких чувств. И вот через высокие чувства, наверное, наиболее быстрее можно прийти, как бы почувствовать Бога, благодать какую-то почувствовать. Поэтому эстетическому воспитанию большое внимание уделяем, у нас поэтому дети все поют в хоре, у нас хор обязательно. У нас очень хорошо поставлено изобразительное искусство, потому что у нас Олеся Валерьевна Финюшина, это профессиональный иконописец, и у нас свои иконописные студии. У нас дети снимают мультфильмы, уже в третий год выигрываем президентские гранты, и уже третью серию сейчас будем снимать мультфильмы об истории Саровского нашего монастыря. Дети сами работают в программах. Кто смотрел наши фильмы, все говорят, что действительно это уровень такой вот, очень такой, достаточно высокий. Мы уже затронули тему семьи, вот семья один из толпов православия. Какие у вас есть семейные мероприятия? То есть вот что гимназия делает для того, чтобы родители и дети были более сплоченные? Как вы вовлекаете родителей в жизнь? Последний год ничего не делает. Катастрофа для нас. Мы прямо переживаем. Хотя, конечно, все в видеоформате есть какие-то вещи, но что у нас всегда было, и мы надеемся, все это опять вернется. Но прежде всего встреча с духовником, когда у нас проходят такие родительские собрания, которые проводит у нас батюшка, он задает домашние задания родителям. Родители вот как такой, получается, семейный клуб, где они беседуют на какие-то православные темы, на какие-то социальные вопросы поднимают. Вот это раз, значит, такая вот плотная работа духовника с родителями. Потом, конечно, у нас есть трудовые послушания, когда дети и родители у нас вместе, не когда ребенок пошли там, ну, это же во всех школах есть какие-то такие субботники там, да? А это тоже трудовые послушания, когда дети вместе с родителями делают что-то для школы. Убирают что-то там, что-то ремонтируют, что-то там. Вот такие вот вещи у нас характера. Потом, конечно, мы очень много ездим, у нас очень много паломнических поездок. Каждый класс совершает паломнические поездки родители, дети. Вот это не просто экскурсии. Экскурсии, конечно, тоже они совершают, мастер-классы какие-то ездят. Но вот именно паломническая вещь, она объединяет именно, как в духовном таком направлении детей, выцерковляет детей родителей вместе. Потому что как получается иногда, что ребенка отдали в православную гимназию, ну, значит, ты там молись, причащайся, исповедуйся, а мы так вот, как бы, просто так уж. Это неправильно, как бы, позиция, это опасная вообще позиция. Когда думают, что мы отдали в православную гимназию, вот вы воспитаете нам ангела. Вы привели ангела. Если вы привели ангела, то мы сохраним ангела. А если вы не привели ангела, он будет таким, каким вы, собственно говоря, его воспитываете. Мы лишь можем что-то помочь, что-то скорректировать. Потому что вот есть такая замечательная притча о сеятеле, да? Сейте там, сеятеле, Господь говорит, что сеятеле вот все это на разную почву. Вот мы, учителя, это мы сеятели. Мы сеем. Разумное, доброе, вечное. А куда упадет зерно? На песок, на камень, при пути, в терни. На какую почву или на добрую почву? Зависит не от нас. Добрая почва, это и есть родители, это и есть семья. Мы это сеем. А как произрастет, конечно, Господь сам знает. А может произрасти и в терниях. Но, тем не менее, почва зависит от родителей. Поэтому это какая-то такая совместная вещь. И родители должны понимать, когда дают православную гимназию, что все-таки это совместное, действительно, воспитание идет. И чем православная гимназия от других школ плюс большой имеет, что если все-таки вы православные родители, вы понимаете, что у нас должны быть вот такие общие принципы воспитания, и мы понимаем эти же принципы воспитания одинаково, тогда у нас больше есть возможность добиться результата правильного. Большинство родителей именно такие, кто идут. Большинство родителей именно, конечно, такие у нас. Хотя, конечно, у нас тоже бывают свои трудности, свои проблемы. Все равно в наше время вот эта вот моя позиция, я так считаю, я так думаю, она все-таки повсеместно вот так вот идет, превалирует. Что я главнее, моя позиция важнее. Да что там думает правящий архиерей? Я вот сам так думаю. К сожалению, это просто беда нашего времени, потому что отсутствие вот этого послушания в целом, понимания, где старше, отсутствие субординации в обществе в целом, на сегодняшний день, это оно влияет, оно везде, ничего с этим как бы не поделаешь. Болезнь века, что называется. Расскажите, что дает детям церковное воспитание, вот упор на патриотизм, на нравственность? Ну, смотрите, какая вещь. Конечно, упор на патриотизм и нравственность делают все школы. Нельзя говорить, что православная гимназия воспитывает духи патриотизма, любви к отечеству, а другие школы этого не делают. Нет, делают то же самое, конечно. И вообще большое заблуждение думать, что вы воспитываете, ну, если вы уже воспитали порядочного человека, православие говорят, благочестивого человека, порядочного семейнина, хорошего, так сказать, отца, мужа, ну, вообще сына любящего, что вы его воспитали, не пользуясь православной традицией. Это ошибка, неправда. Вы его воспитали в православной традиции. Просто вы об этом не очень знаете. Откуда мы все знаем... Вы согласитесь, сейчас мы будем говорить, каким должен быть мужчина или женщина. Мы сейчас с вами перейдем к общему мнению. В русской нашей культуре есть определенные, не то что стилетипы, а идеалы, каким должен быть мужчина, женщина, ребенок, сын, отец, муж. Откуда это взялось в наших головах? Если это просто неоткуда, ну, Господь, это еще одно доказательство, что Бог есть. Оно вдруг взялось. А на самом деле откуда взялось? Из века, из поколения в поколение. Это передается оттуда, из глубины веков. Из тысячелетней истории Руси, от того цивилизационного выбора, который князь Владимир сделал. Когда все были православными христианами, она оттуда идет. И поэтому, когда вы правильно воспитываете своего ребенка, вы так или иначе воспитываете его в русской национальной православной традиции. Просто вы не осознаете этого. Но когда вы воспитываете его так называемым светском воспитании, с такой бессознательной традицией, вам при этом еще мешает, накладывается на ваше воспитание, средства интернета, все вот эти западные влияния, это супертолерантность, наша беда сейчас вот этого всего. Все это идет нахлёст, потому что слишком много в светской традиции вот этого я так думаю, я так хочу, это мое право и так далее. Помимо вот этого правильного. Вот это все идет, на ребенка падает просто-напросто. А православная традиция, она более чистая в плане ориентира. То есть от нее отсекается лишь. Там сразу говорится, вот так правильно, вот так правильно, так правильно. Почему Господь так сказал? Так заповедовал. И родители и дети точно понимают, как правильно. А вот это все вот это вот неправильно, потому что это не наше. Мы четко понимаем, что это не наше, не нашей культуры. Вот вся разница, понимаете? Мы все равно в одном ориентире идем. Но тут более такая чистая наша национальная традиция. Вот и все. Время нашей программы подходит к концу. Давайте еще раз напомним номер, по которому нужно звонить и записываться. 7-55-15, это телефон гимназии. Звоните записываться. 1 апреля. Начинайте звонить, 1 апреля начинается прием. Звоните, записывайтесь на время подачи документов. Ну, а по всем вопросам тоже можно по этому же телефону звонить. Мы ответим. Мы ждем вас. Любим и работаем для вас. Субтитры подогнал «Симон»!